Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это недорогой телефон по меркам Samsung, Samsung Galaxy A05s. Чем он хорош, чем он плох, а он есть чем плох. Обо всем подробно расскажу в этом обзоре. Перед тем, как начать, ставим лайк этому видео. Если не подписывались, то подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видосах. Начинаем! Весить телефон 194 грамма и на самом деле для большого экрана, для большого аккумулятора, пусть и пластикового корпуса с пластиковой рамой, под которой металлическое основание, вес нормальный. Сразу обращаю внимание, это недорогой телефон, сколько он стоит, текущую цену, они могут меняться, можете посмотреть по ссылке под этим видео. Это пластиковый телефон, и можно пользоваться без бампера, но ощущения дешевизны от него возникают сразу, как только берешь его в руки. Я не собираюсь его хейтить, здесь есть вещи, которые и понравятся, да и опять же, смотрим на ценник, по меркам Самсунга это недорого. Но ощущение, это простой дешевый телефон, дешевый пластик, и мало того, он собирает отпечатки пальцев, периодически его нужно протирать. Но это недорогой телефон, и с этими недостатками приходится мириться. С другой стороны, они не стали уж совсем его удешевлять, точнее стали, но чуть позже расскажу в чем. Здесь есть дополнительный микрофон шумоподавления, потому что мне встречались бюджетники, в которых его не было. И когда ветер, внешние шумы, то разговаривать нереально. Здесь же нормально, не стали сильно экономить. Мало того, есть и сканер отпечатка пальцев, есть и разблокировка по лицу. Единственное, вот дешевые телефоны, ну ладно, нехорошее слово, дешевые, недорогие телефоны выделяются вот такими вот полуостровком фронтальной камеры. Здесь он есть, и мне, конечно, он мешает, бросается в глаза. Ну и рамки огромные просто, и 6,7-дюймовый экран выглядит большой лопатой, как будто это чуть ли не Galaxy Ultra. Но в остальном, честно говоря, издалека он выглядит неплохо. Модуль камер, как у флагманов, единственное, они в корпус почти полностью утоплены, вспышка в качестве фонарика. В целом, дизайн нормальный, как у большинства телефонов, ничего такого плохого нет. Пока в руки не возьмешь и не ощутишь, что он реально такой вот прям дешевый. Вот пластик прям такой скользковатый. Эти все детали, купили для него бампер там за 300 рублей, и все, и все недостатки исчезли. По экрану он вообще не зашел, это не амоледовский, в этой цене сложно его встретить, это обычный экран LCD. То есть углы обзора у него почти нормальные, но никто не будет смотреть сбоку, придираться не буду. Но блеклый, яркости не хватает, сколько в нитах я нигде не нашел. Притом на некоторых сайтах, я так понимаю, ошибка, потому что написано 90 герц даже на GSM-арене. Официальной информации от Samsung я не нашел в интернете, сколько герц частота обновления экрана. У меня четкое чувство, что 60, потому что нигде нет настройки частоты обновления. То есть экран достаточно печальный. Единственное, это Full HD+, 393 пикселя на дюйм, 6,7 дюйма, но блеклый. Фильмы смотреть неинтересно, яркости не хватает, такой немножко даже белесый. Прям вот печаль, печаль, говорю честно. Конечно, можно его купить как рабочий телефон, можно его купить как второй телефон, так знаете, просто чтобы был, там, мессенджер на нем висит, в интернет зайти. Но вот просто есть телефоны, по такой же цене у них экраны поинтереснее, могу сказать. Да, для Samsung, конечно, экран печаль. Для этого бренда, что вот они продают за эти деньги, это основной, самый большой недостаток, на мой взгляд. Поговорим о процессоре. С одной стороны, ничего особенного, хоть это и Qualcomm Snapdragon, но это 680. Мне он никогда не нравился, я, может, в открытую его никогда и не ругал. Ну, если меня спрашивают, там, можно ли на этом процессе купить процессоре, обычно я говорю, ребят, лучше Helio G99 или чуть доплатите, там, 3-5 тысяч рублей. Процессор простой, медленный, ну, больше добавить нечего. Простой, простой и еще раз простой. Ниже него еще есть проццы, но это совсем уже беда. Это один из самых недорогих процессоров, хотя и у него именитый производитель. Один из крупнейших в мире, один из самых известных и качественных, это Qualcomm Snapdragon. Ну, 680, конечно, средненький довольно. И открытие приложений, и производительность телефона оставляет желать лучшего. Это не значит, что нельзя на нем игры запускать. Можно, можно танчики запустить, можно PUBG, но настройки будут средненькими, довольно-таки средненькими. Камера, 50 мегапикселей основная, и знаете, в целом ничего. Даже ночные фотографии ругать не хочется. Нормально для своей цены. Единственная проблема, если мы ставим полное разрешение, мне как-то он не зашел. Если мы ставим уже 50 мегапикселей, то прям вот не то. Хотя многие любят вот эти квадратные фотографии, именно формат ставить вручную 4х3, мне не зашло. В обычном формате, там обычно 12 мегапикселей используется, снимает нормально. Для своей цены. А вот с фронталкой беда. Как будто, думаю, пленка что ли на ней. Да нет, она чистая, на нее ничего не попало. Скорее всего, обновлениями исправят то, что она фотографирует с размытием, но не тем, каким нужно. Не эффект баки, а она просто криво фотографирует. Но я надеюсь, это поправит. Качество видео, притом, знаете, я ожидал, что будет полная беда. Нет, если снимать что-то неподвижное, держа его в руках, в Full HD можно 30, можно 60 FPS. Разницы нет, все равно трясти будет, что в 30, 40, 60 FPS. Знаете, даже неплохо, как ни странно. Нормальное качество видео для своей цены, но трясет жутко. Поэтому, если есть стабилизатор, а стабилизатор стоит больше половины этого смартфона, грубо говоря, более-менее приличный, то и снимать что-то можно. Либо просто держим и что-то снимаем. Нормально, вот это вызвало мое удивление. Full HD 30 FPS. Так же трясет разницы никакой. Ну и напоследок батарейка. 5000 мАч, это прекрасно, хорошая батарея, это некий стандарт, здорово. Но зарядки в комплекте нет, поддерживается только мощность зарядки 25 Вт. Это вообще совсем-совсем мало, прям вот ниже плинтуса. Заряжаться будет часа под два. Очень долго, полностью. Но, с другой стороны, кто-то из этого проблемы делать не будет. Все-таки телефон недорогой. Подводим тогда итоги. Да, на всякий случай отмечу, стерео нет, об этом не говорил, когда рассказывал. Только один динамик обычный. Разъем для наушников, если он вам нужен, также здесь есть. И что еще сказать-то? Наверное, повторяться не буду. Скажу так. Основная проблема, единственное, повторюсь, про экран. Печальный экран. Откровенно печальный. И телефон, как основной, я бы никому не советовал. Как второй телефон. Не знаю, там, родителям, которые, пожилым людям, которые вообще им пользоваться не будут. Но нужен большой экран с крупным шрифтом, чтобы они могли вам позвонить. И они вообще его не будут использовать. И хотят именно телефон, подойдет. На каждый день не рекомендую. Если кто-то пользуется, отпишите свой опыт использования. Даже интересно. Можешь сказать, что, Давид, да зря ты придираешься. Но я привык говорить правду. На этом сегодня все. Как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением. Давид Арстайл. Счастливо, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok